Путин же Кадырова вообще для чего и для кого готовит на будущее? Готов ли он его защищать? Или Кадыров, на самом деле, если почувствует уже слабость власти Путина, уже может и все пойти, да и вынести с Кремля вместе с тем же Путиным. Насколько вот здесь близки отношения и тоже не семейная драма, а семейные какие-то, я не знаю, приключения возможны? Ну, это такая сказочка, которая существует, что Кадыров типа такой защитник Путина потенциальный. У него там сидит несколько сотен вооруженных людей в президент-отеле, и если там у Путина его предали Министерство внутренних дел, ФСО, то он может позвонить Кадырову, и эти обреки, значит, куда-то приедут. Это сказка, потому что мы видим, как эти люди ехали спасать Путина в Ростов, воевать с Прогушина. Они сказали, что вы знаете, у нас там из Чечни до Ростова долго ехать, и там светофоры на каждые 100 метров, и мы стоим на светофорах. Вот, и поэтому там были пробки, заторы, мы успеть в Ростов не смогли, не успели. Когда уже приехали, там уже никого не было, Пригожина уже не было и так далее. То есть мы знаем эти сказки, да, мы знаем сказки, как Кадыровский Ахмат защищал Кузскую область, да, они сказали, а вот мы стояли вот на рубежах, ждали вообще все вооружены до зубов, но почему-то украинцы прошли мимо нас справа, слева, а на нас прям не вышли. Вот если бы вышли, мы бы им бой бы дали. А поскольку они проходили справа и слева, мы их видели, как они проходят слева и слева. Но зачем нам бороться, это же не наша территория. Мы вот вперед смотрим, если бы они на нас прям шли. Ну, то есть вы понимаете, какие сказки они рассказывают. На самом деле у Кадырова нет боевых подразделений. У него есть бандиты. У него есть вооруженные бандиты, которые работают, это все работает на невооруженных людей. Вот если куда-то приезжают бородатые бандиты кадыровские, вооруженные автоматами, пистолетами и, может быть, даже там пулеметами, то, естественно, безоружные люди где-то, которые находятся, они ничего с ними сделать не могут. Но как только они приехали куда-то, где есть хотя бы правоохранительные органы, там сразу начинается стрельба. Но эта стрельба такая легкая, на самом деле. Ну, убили там двух человек из правоохранительных органов. Это, в общем, в Российской Федерации мелочок сейчас на фоне войны, где гибнет по тысяче человек в день. Другое дело, что если кадыровские абреки попытаются приехать, например, в какое-то место, где офицеры ФСО находятся под охраной, то я совершенно не убежден, что они смогут что-то там сделать. Потому что со светофорами они воевать умеют. С лесополосой они воевать умеют. И кадыровский сын, значит, сопляк, стрелять не умеет даже в тире. То есть вот даже послушайте Сергея Асланяна. У него есть разбор, как кадыровский сын демонстрировал Путину стрельбу. А я вам напомню, что кадыровский сын, младший Адам, является начальником его охраны. То есть на самом деле у кадырова проблемы с его охраной собственной. Потому что если какой-то сопляк является начальником его охраны, то его может ждать история Трампа или история с покушениями на Трампа. То есть в любом случае кадыров не владеет никакой армией. У него нет никакой армии. Потому что, грубо говоря, если он пойдет против российского государства, то есть то, что вы намекнули, если он захочет, например, устроить государственный переворот, и просто на определенном этапе эти архаровцы приедут в Кремль, там перестреляют, например, первую какую-то охрану, и даже могут войти, допустим, в первый корпус и сидеть в кабинет президента Российской Федерации. Дальше товарищ Герасимов снимает телефон, красный телефон начальника генерального штаба, и в этот кабинет немедленно прилетает ракета «Кинжал». И от этого кабинета не остается ни ножек, ни рожек от Кадырова. И от всех его архаровцев. То есть, грубо говоря, против, так сказать, мощи вооруженных сил Российской Федерации, а вы сами понимаете, что когда человек совершает государственный переворот, то против него потом будут воевать не какие-то там охранники частные, а будут воевать регулярные войска, те, которые воюют в Украине. И, грубо говоря, какой-нибудь там Ту-160 стартует откуда-нибудь, а могут даже и стратегическую ракету. Могут даже ядерную ракету взорвать прямо в Грозном. Вот тактический ядерный заряд в Грозном прилетает, и там три килотонны от Грозного не останется ничего. Просто ничего. Ноль. И, кстати, заодно Российская Федерация покажет, что у него есть ядерное оружие. И решит вопрос с Кадыровым. Раз и навсегда. И все. Так что разговоры о том, что Кадыров может чего-то куда-то. Вы думаете, что патриарх Кирилл и русские фашисты, значит, они позволят какому-то, ну, извините меня за выражение, бородатому кавказцу сесть в кресло в Кремлевское в Кремле? Да ни в коем жизни, ни в коем разе. Но Путин ведет все к этому. Он ведет к тому, что будет в России огромная резня на религиозной основе. Мы это видели уже начало в Дагестане. Я это описал в своей последней книжке. Вот она у меня называется «Заклятые друзья Путина и Кирилл». О том, что Путин воюет со всеми православными братьями и дружит со всеми мусульманскими террористами. И это не может закончить ничем другим, закончится кроме как религиозной резней внутри Российской Федерации. Путин специально все ведет к этому. Хочет он того или не хочет. И этим все закончится. Сергей, эта резня, которая может быть на религиозной почве, она закончится для Путина какими-то профитами, может закончиться, или просто тотальным хаосом? Как может это использовать путинская власть и его окружение? Нет, нет, нет. Путин использовать это не может. Потому что он будет главным виновником этого дела. То есть первый человек, которого зарежут в результате этой резни, будет Путин, а второй человек будет Кадыров. То есть это будет Путин, потом Кадыров. И причем ребята, которые будут этим заниматься, они от Грозного... То есть вы помните Вторую Чеченскую войну? Грозный с лица земли снесли просто. И это тогда еще воевали танками и пушками. А теперь воевать танками и пушками никто не будет. Теперь будут просто воевать либо тактическим ядерным зарядом, либо ракетами, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами, которые там средней дальности. И за 10 ударов баллистическими ракетами Грозного не будет просто вообще. Вот поэтому Кадыров прекрасно это знает. И, кстати, Путина, когда убьют первого, вторым человеком, которого убьют в российской вероятности, будет Кадыров. Продолжение следует...